Я стоял в 11 на Новгородском шоссе около Европы и проехала 6 маршруток, никто не подобрал, хотя можно было. По большинству водителей случайные люди. Страшновато, когда каждый старается обогнать другого, кажется, другую маршрутку. У сотрудников ГАИ свои аргументы. Количество ДТП с участием перевозчиков неуклонно растет. С начала года зарегистрировано более 30 аварий, четверо погибших, свыше 40 раненых. 85% ДТП произошли с участием автобусов в индивидуальных владельцах. 19% ДТП плюс 26% произошли по вине водителя автобуса, при которых 24 человека получили ранения. Ежедневно на линии участники выпускают 400 машин против 30 автобусов по ДТП. Пик их дисциплины приходится на профилактические операции ГАИ. Городская диспетчерская служба, организованная год назад для контроля за общественным транспортом, пользы не принесла. Часы пик, хаос на дорогах, никаких обязательств перед пассажирами. А по вечерам мы не в прибыльные районы и вовсе. Хочу еду, хочу не еду. Это должно быть у вас в конкурсной документации прописано, что в случае нарушения неоднократного правила предоставления услуг по перевозу пассажиров, зафиксированных через ваш центр мониторинга, он удаляется с этого рынка. Если частные компании не хотят справляться, предоставляют услугу не так, как она должна предоставить, значит они с рынка будут уходить. Находят себе другие регионы, другие города, кого будет устраивать их работа. Конкуренцию участникам, диктующим правила на дорогах, мог бы создать дееспособный муниципальный автобусный парк. Но пока это лишь планы, которые отодвигаются на неопределенный срок. Из 60 машин ПТП на линию выходит лишь половина, остальные в ремзоне. Мы планируем сейчас поменять где-то около 20 автобусов. Игорь Владимирович, возьмите за этот вопрос и помогите городу в этой ситуации. Хорошо? Обучите их, как делают так, чтобы, учитывая городские возможности и возможности дальше вашего небогатого бюджета, как обновить им парк. Чтобы они выходили на конкурс с новой техникой, соответственно, она была современной, обеспеченной необходимым оборудованием, обеспеченная была для инвалидов. О более комфортабельном транспорте придется подумать и частным перевозчикам. Количество газелей на Орловских дорогах будет стремительно сокращаться. Власти Орла планируют оставить компактный транспорт на двух-трех маршрутах. В частности, там, где дороги не позволяют курсировать машинам с большей вместимостью. Наталья Пекстерева, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.